Друзья, мы на стенде компании СТК, дистрибьютор КАМАЦУ. У нас симулятор по управлению Харвестером. Посмотрите, как внешне выглядят. Кресло оператора. Так, что у нас за что отвечает? Какие рычаги? У нас это отвечает за поворот башни. Здесь уже управление самой головкой. Сейчас попробуем переехать немножко. Попробуем переехать и сделать дерево. Он двигаться, переезжать может? Да, тут можно полностью, видишь, переезжать. Ну, я тут дерево маленько подсунусь. Сейчас надо выбрать дерево такое, за которое мы достанем. Так, вот так вот. Нам все равно не хватает немножко. То есть нужно переместиться вперед, да? Да, сейчас мы переместимся, нам человек поможет, потому что мы почему-то с моим опытным неопытным не хочем ехать. Вот здесь газ. Здесь идет управление. Ты видишь, какая скорость включена, какой диаметр, какая длина. Ну, это когда мы захват дерева сделаем, отпилим, обнулим. И у нас в автоматическом, можно включить в автоматическом режиме, чтобы протягивало дерево, то есть и рубило в зависимости от диаметра, рубило определенную длину. То есть, если маленький диаметр, он будет там четырехметровый рубить, если диаметр больше, то он будет рубить шестиметровый. Здесь все будет это показано. Можно в ручном режиме пилить такой размер, который тебе необходим. И выбирается еще порода древесины. То есть, допустим, ты выбираешь либо сосну, либо березу. И для каждого есть своя программа, и она будет работать. Ну, давай, пробуй, ты ехать-то поедешь на нем? Вы не получаете, у меня вообще-то как переехать. Давай попробуем вот это маленькое дерево за гарпунем. Тоже не достает по длине, повалю. А мы сейчас попробуем еще телескопом. Надо переехать отсюда. Педалька идет. А мы сейчас поехали вперед. Прямо переключаемся. Поехали вперед. Что, и так этот... Да-да-да, сейчас. Ага, все-все-все, понял-понял-понял-понял. Спасибо большое. Так, все, получилось выехать. Чтобы переехать на другое место. Потому что не доставали до деревьев. Так, сейчас мы вот так вот назад дадим. И поедем вперед, и поедем вперед. Поближе к деревьям. Я думаю, вот так будет достаточно. Так, изменить мы можем вид в симуляторе в этом... Так, все, сейчас мы уже готовы к ставим власть к деревьям. Ну, скажем сразу, да, у меня никакого опыта нету, но, в принципе, достаточно просто управлять, если крест наловиться. Так, вот так мы обхватываем дерево, нажимаем на спил, все, у нас дерево спилилось. Теперь нам надо его уронить аккуратно. Вот смотри, внизу цифры у нас появились. Диаметр 240, длина 75 сантиметров. Так, сейчас мы... Да-да-да. Я в конкурсе, на следующий год у вас миллион выиграл. И все. Так, теперь нам надо как-то положить. Сейчас я не помню, просто так. Так, это протяжка. Это оттелка. Вот от протяжка. Вот, все, вылетело. Сейчас мы откроем. Так. Это заплать. Нет, здесь как-то... Как-то можно эту головку положить. Она должна горизонтально как бы упасть. Попробуем. Попробуем другое дерево срубить. То есть каждый день сейчас в рамках выставки проходят соревнования среди операторов-харвестеров. Есть определенная номинация, призовой фонд очень хороший. Там за первое место порядка миллиона рублей можно выиграть. Но и там достаточно такие непростые задачи, да? Да, достаточно нелегко. Да, достаточно нелегко. Вот у нас дерево упало. То есть в определенные ворота уронить дерево, определенной длины его спилить нужно, да? Да. А положить в нужное место. Так, сейчас мы... Целый свод правил. Протягиваем чуть-чуть, вот видишь, с длиной. Ага. Обрезаем, как бы торсуем дерево. У нас опять получается ноль. Дальше мы выбираем вот здесь вот древесину, чтобы в автоматическом режиме. Сейчас еще раз это пробуем захватить. Так, зажимаем, протягиваем. Зажимаем, протягиваем. Опять получается мы его торцуем. Ну и давайте в ручном режиме попробуем. Вот у нас длина получается 2 метра уже обрезана. Ага. 4, ну давайте 5-15 обрезаем. Дальше протягиваем. Еще берем 4 метра, еще раз обрезаем. Уже пошли сучки. Еще раз обрезаем. И уже, допустим, макушку можно откинуть просто куда-то в сторону. Да, стенд открыт для всех. Все желающие могут прийти, да, попробуют себя потренироваться. Ребята, кто-то, кто участвует в соревнованиях, они здесь тренируются. А, участники соревнований тренируются. Да, участники соревнований сюда приходят, здесь тренируются. Да, выставка еще работает, соответственно, если кто-то с детьми или кто-то хочет посмотреть, поуправлять, да, очень интересная штука. Такой стенд у компании КамАД. Здесь еще есть возможность попробовать себя на просто грузить ровно. Парвадри. Парвадри, да. Лесоруб 21 век.